Друзья мои, это шоу «Права выбора». Мы один раз собрались поговорить о новом формате, который нащупало, скажем так, ННТ при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Дагестан. И вот первую часть фильма, которую вы увидели, сейчас мы будем обсуждать. Как это было, почему именно этот формат с нашими экспертами и гостями в студии? Давайте поприветствуем. Ну, по иерархии пойдем, по старшинству и так далее. Султан Трамов, продюсер фильма и директор канала ННТ. Магомедов Закир, режиссер, который уже не первый фильм пробует на площадке ННТ. Поприветствуем. И Дудуев Мухаммад, актер Аварского театра, исполнитель одной из главных ролей. И ни одной даже роли, судя по тому, что мы увидели. Итак, друзья мои, Султан, первый вопрос к вам. Я так понимаю, что с Минмолом вы уже, ну, вот второй, третий год, да, мы, как бы, именно вот этот формат нашли. Насколько он, ну, судя по тому, что есть заказ, видимо, это работает. Как и почему пришли именно к такому формату и, ну, дальнейшее видение какое у вас? Вообще, в прошлом году впервые мы поработали с Министерством молодежи, пришли к тому, что мы сделаем фильм. Тогда это был также трехсерийный фильм, общим хронометражом около 25 минут. Мы понимали, что мы еще не готовы снимать длительные серии. А и зритель не готов дагестанский в Инстаграме или на Ютубе там смотреть, ну, будем говорить прямо, не российского качества фильмы. Поэтому мы сошлись на том, что это будут короткие серии. Вот, первый эксперимент удался на ура, потому что первый фильм «Закладчик» очень был принят тепло зрителями. И его репостили вообще абсолютно нам незнакомые и Инстаграм-страницы, и на Ютубах выкладывали. Нам стало очень приятно. Министерство молодежи поняло, что это новое такое веяние и что-то необычное, потому что всегда привыкли через передачи, через какие-то ток-шоу, две говорящие головы, что-то объясняют. Как правило, мы знаем, что если родители не научили доносить доурный этикетку мусор, то две говорящие головы с экрана телевизора вряд ли докажут этому человеку, что это нужно доносить. А через кино это уже проверенный ход, так скажем, я люблю этот пример приводить, Голливудом. Потому что если сегодня спросить молодежь, как выглядят солдаты Второй мировой войны, они будут описывать именно ту форму военную, которую уже миллион раз навязывало американское кино. И вообще много чего уже запуталось в головах людей, история смешалась. То есть благодаря фильмам им четко удается переписывать и историю, и культуру, и много чего еще. Мы же, в свою очередь, решили с помощью фильмов попробовать повлиять на молодежь, показать им, что такое хорошо, что такое плохо, и как оно бывает. Когда вы говорите, что мы хотим повлиять, что такое хорошо, что такое плохо, рассказать, может быть формат соцроликов, вы же сами понимаете, что на самом деле, ну скажем, по уровню они, естественно, не дотягивают. Сейчас очень сложно вообще требовать от наших здесь местных, что режиссер. При всех талантах есть масса технических других моментов, которые знают люди, которые в этой кухне находятся. Может быть просто хотя бы попробовать формат соцроликов, и вот через это как бы бомбить так по-хорошему? Соцроликами занимаются блогеры в основном. Их очень много, и соцроликов много, поэтому мы оставляем это им. Мы более, как сказать, я не хочу сейчас принижать достоинства блогеров, но мы телеканал, мы более статусные. И если мы сегодня не начнем прощупывать и изучать то, как кино снимается, завтра никто не придет, и за нас это прямо делать не будет. А если и придут, то где гарантия, что они будут делать фильм, который будет воспитывать нашу молодежь? Потому что сегодня мы не знаем. Сегодня ажиотаж вызывает фильм «Человек-паук», к примеру. Слушайте, когда вы говорите «воспитывать», но вот это кино воспитывает, вы думаете? Я буду вредничать, друзья. Хорошо, без проблем. Вы говорите «воспитывать». Как воспитывать? Это воспитывает? Ну, во-первых, с помощью этого фильма всегда можно сделать вывод, к чему приводят те или иные ситуации. К примеру, вот мы посмотрели первую серию, я видел весь фильм, как бы я принимал участие и в съемках. Я четко знаю, что там мы показываем эмоционального дагестанца, с помощью эмоций которого можно другому человеку использовать в своих интересах. Мы взяли такой, конечно, в хронометраж 20 минут раскрутить, рассказать, показать персонажей, все это сделать, прям вот разжевать невозможно. К сожалению, у нас есть техзадания, в которые мы должны уложиться. И я так вам скажу, Магадрису, если сегодня это кино никого ничему не учит, если пока оно не воспитывает, это действительно первые шаги. Завтра мы будем снимать кино, которое будет воспитывать, то есть это наша основная задача. Почему Закир? Вообще, это молодой человек написал мне в Дирик, да, первый раз? Да, он написал, что у него есть какой-то сценарий, я прочел, там, конечно, такое американизированное слегка было все. Я сразу понял, что человек вырос, скорее всего, на каких-то вот тоже голливудских фильмах, но мне понравилось, что он не поленился и расписал целый сценарий, как бы он готов был там участвовать и как актер, и как режиссер, и как кто угодно, лишь бы его приняли. Я вспомнил Сильвестра Сталлоне и подумал, почему бы и нет. Что? И подумал бы, почему я не Голливуд? Да, нет. Я не Голливуд в данном случае. Вообще, во-первых, я хочу отметить то, что дагестанцы самые талантливые люди в мире. За что бы они ни брались, в какой-то определенный момент они делают это лучше, чем кто-либо. Возьмем кулинарное, олимпийский чемпион по кондитерскому мастерству, чемпион мира, дагестанка, ментальная арифметика, дагестанец, борьба, дагестанец, UFC, дагестанка. Но вы же не об этом делаете фильмы. Вы делаете фильмы о том, что человек там психанул и кого-то зас... Во второй серии. Закир, слушайте, скажите, пожалуйста, вы главные роли ему предлагаете, потому что он директор, чтобы поближе подобраться или как? Он же не главную роль играет. А тебе намекают, что ты должен мне предлагать. Мы же и другие смотрели вещи, скажем так. На самом деле, это история, которая с любым может произойти. Потому что в социальных сетях, на самом деле, там люди очень часто друг друга оскорбляют. Буквально под любой пост можно зайти и увидеть, что там друг друга оскорбляют. И родителей там, я не знаю, почти полностью все. Просто это история о человеке, который потерял родителей и у которого оскорбили родители. Он не может это стерпеть. Он идет и мстит за это. Понимаете? У меня даже была история, когда в социальных сетях человек нарвался на меня, начал меня оскорблять, попросил мой номер. Я ему дал свой номер. Нет, до конца... А вы досмотрите в фильме, как оно было. Я ему дал свой номер. Он мне... Через какое-то время не звонит парень. У нас с ним там сразу начинается такая рубка. Потом выясняется, что вообще левый человек взял и у меня номер, нарвался на другого парня и отдал тот номер другому. То есть по мотивам, я так понимаю. Просто, да, и вот свел нас вместе и мы там начали. Хорошо мы это поняли. Сценарий нет. Сценарий у нас есть человек, гениальный человек. Кстати, я интересуюсь о сценарии. Я хотел бы сказать, что этот человек работал на первую... Он делал заказ для Первого канала, для СТС, для ТНТ, для России один. И он сегодня здесь. Здравствуйте. Неожиданно. Слушайте, может, я буду придираться. Вам не кажется, что слишком простенький сценарий? Или как? Вообще, как вот это происходит? Он... Кто кому заказывает? Как вы пишете сценарий? И учитывая то, что если вы написали сценарий, наверняка у вас в голове там масса других вещей есть, которые... Ну, хотелось бы немножечко более позитивные вещи, может быть. Чего вы беретесь за вот этот классический дагестанский мордобой? Много есть интересных мыслей, интересных желаний, что хочется воспроизвести, но, к сожалению, все время упираешься в то, что нет денег на то, чтобы реализовать свои идеи. Слушайте, я не думаю, что вот эти люди у вас колоссальные деньги сожрали. Особенно то, что вот... Ну, понятно, что денег нет. Понятно, что может быть... Весь гонорар, я извиняюсь, ушел вот на мои вот эти пять секунд в фильме. А, да, продюсерские. Замечательно. Хорошо устроились. Поэтому он вам предлагает роль. Так. Да, и если говорить про данный фильм, то у нас, к сожалению, было техзадание, про которое вы уже упомянули, и короткий хроном этаж. Вы выбрали слова, когда вы говорите, к сожалению, техзадание, к сожалению, техзадание. Вообще спросом пользуется исключительно сегодня развлекательное кино. Развлекательное кино, ну, нам не даст никакое министерство, они не скажут, снимайте что-нибудь. Стан, я буду вредничать. В чем развлекаловка? Понятно, что определенная... Так я и говорю, что здесь ничего нету развлекательного. Это четкая задача. То есть есть задачи против экстремизма, против наркотиков, против терроризма, еще какие-то задания есть. То есть мы, как бы, мы связаны, бываем всегда, с какой-то конкретной темой. И, как правило, это не бывает тема, там, комедия просто. Нам не говорят, снимите комедию, просто, да, развлеките народ, пусть отдохнут, отвлекутся от всех этих пандемий, от всего. Нет, нам говорят конкретно, что наша задача сегодня немножко молодежь чуть от этого отвлечь, потому что, ну, действительно, посмотрите, что творится. Это государственная политика, и она оправдана вполне. Артур, дорогой мой, скажите, пожалуйста, учитывая то, что реально сейчас контент, который заходит, это развлекательный, шуточный, люди устали от переизбытка информации. У нас реально масса людей, а учитывая то, что вы делали для топовых каналов российских, некоторый продукт создавали, наверняка есть подвязки, хорошие связи, и я уверен, что больших денег не попросят. Если вместе сесть и какой-то мозговой штурм провести, что-нибудь такое легкое, дагестанское, то, что раньше бродяги, может быть, делали наши, вот, и КВНщики, оно бы зашло, такой хороший, добрый юмор, знаете, не пошлый, крайности какие-то, не совсем наивный, а что-то такое, знаете, для нашего потребителя подходящее. Для канала это совсем было бы неплохо, даже очень интересно. Тем более, если у нас на российских каналах уже там доходит до уровня сториз, там, несколько секунд, что ли, да? Как вы? Мне кажется, у меня в квартире стоит прослушка, потому что в данный момент как раз заканчиваем написание сценария именно вот такого, про которого вы сейчас сказали, Магомед Расул, да. Будущее заглянуло. Иншаллах, чтобы все, как говорится, сложилось нормально и ничего не изменилось в наших планах. И мы очень сильно надеемся, что в новом году, в 2022 году, весной, мы, может быть, даже уже приступим к съемкам. Есть? Вы как режиссер с кем-то советуетесь? Вот режиссерская работа, она довольно сложная. Кто вам помогает? Как вообще это происходит? Конечно. Потому что планы, ну, там нужно как-то планы выверять. Талантливых ребят немало сейчас, которые, в принципе, даже самоучки, которые чуть ли не на телефон снимают. Кстати, на телефон снимают, есть вещи, которые на телефон сняты? Есть, да, целые фильмы есть. Реально. Художественные фильмы. Нет, вы, которые фрагменты, которые там снимаете, на телефон прям. Именно в этом? Да. Вот здесь нет. Хотя по тех заданиям может и нельзя, что ли? Нет, это все на камеру снято. Ну, конечно, у нас на ННТ работают и опытные режиссеры, которые уже давно в этой сфере. И вот я, допустим, советовался с ними очень-очень много. И буду в дальнейшем советоваться тоже, потому что опыт, опыт, он приходит только со временем. У нас актер немножечко скучает. Как вообще вам, скажем, это первый опыт, да, получается? это моя первая работа в телеканале, в фильме. Не знаю, я очень сильно волновался. И когда, изначально, когда мне написал Султан, я к этому отнесся с такой осторожностью и с ответственностью. Не знаю, почему я привык все время работать в театре, в театре все, все по-другому. А в фильме я понял, уже понял, как надо себя вести в фильме. И это был очень интересный опыт. Ну, вот сейчас, когда на вас смотришь, на вот этого кайфарика, вы прямо, я прошу прощения, но это другого слова не наберешь. Вот этого жесткого кайфарика, которого вы сыграли. Вы сейчас, как вы вообще настраиваетесь на вот это вот? Я не знаю, вам глаз как-то оскорбляет до этого, чтобы там что-то вот, или как? Не знаю, это, наверное, самое тяжелое для меня играть кайфарика. Я не знаю, как они живут, эти кайфарики, я не кайфовал никогда. Да ладно! Что ты нам рассказываешь здесь? И, не знаю, это, наверное, самое интересное, если сам ты не кайфуешь, а играть кайфарика, находить этого кайфарика. Слушайте, вы мне скажите, пожалуйста, вот у нас же бывает, скажем, ну, хочешь, не хочешь, каждый человек хочет кого-то благородного играть, да, такого возвышенного, когда там, ним на подзарядке постоянно. А, ну, вот эта дилемма, как у вас бывает? Вы как, вы вообще как согласились вот такую негативную роль сыграть? Для вас, кстати, очень часто, очень часто. Для вас было какой-то проблемой это? Нет? Сейчас сразу после него. Нет, для меня это не проблема, даже в театре, когда предлагают разные роли, я сразу берусь, и это очень интересно. В принципе, четыре тысячи не помешает, да, как бы, да, я шучу. Пожалуйста, Доллары. Кстати, очень часто молодые люди, которые хотят сниматься, они просят вот роли злодея почему-то. Вот мне тоже интересно. Дагестанцы любят играть. Дагестанцы говорят, что дайте нам роли какой-нибудь бандита, плохого парня, да, такого брутального. Слушай, самих себя говорят. Самих себя играют. Как мы себя играем, когда мы вот пытаемся этот стереотип поломать, учитывая то, что происходит. То в Москве, то там, то сям. Я думаю, масса людей будет, которые захотят вам просто так помочь и сыграть хорошую роль. Кстати, Султан, в этой связи, ну, плохо ли, хорошо ли, но потихоньку складывается такая, ну, ну, скажем так, ситуация, когда мы можем, может быть, какие-то кастинги проводить, мониторить ситуацию, может быть, каких-то талантливых ребят искать. Вы думаете об этом? И если думаете, то вот как реализация идет? Да, мы постоянно экспериментируем. Мы сняли уже, если я не ошибаюсь, ну, как бы, Зака это первая работа, но вот с Рашидом, нашим режиссером, мы уже сняли около пяти, наверное, мини-сериалов, вот, и в каждой мы задействовали разных актеров под разные персонажи. И у нас есть четкое определение, кто под кого подошел, кто нам в дальнейшем понадобится, кто нет. Нам поступает огромное количество сообщений о том, что многие хотят принять участие. Мы смотрим, кто там интересные типажи, кто нет. Вот, отбираем. Мы еще сделаем, наверное, пару таких легких работ, привлечем еще огромное количество новых персонажей, новых людей, поймем, кто действительно годен, кто нет. И обязательно самую нашу главную большую работу мы будем делать с участием и настоящих профессиональных российских актеров. Потому что у нас есть четкий план, которого мы придерживаемся, и у нас есть... Что-то мне это напомнило, что у нас есть четкий план. да, да. И у нас есть уже определенные договоренности с крупными платформами телевизионными, которые готовы с нами сотрудничать, если мы сделаем годную вещь. А это для нас самый главный стимул. То есть, если наш проект возьмет кто-нибудь типа Окко, Иви, Мегаго, то значит, мы все делали все это время правильно. Такие амбициозные планы тоже есть. Так, у ННТ всегда такие планы были. Иначе бы Национальная ассоциация телерадиоучителей нас не посчитала бы канал НОС, который входит почти во все топы и в качестве экспертов нас уже периодически приглашает. Замечательно. Рашид, скажите, пожалуйста, вот с кем сложно работать? Вот прям на площадке, прям очень сложно, вот вы ненавидите это снимать. Из актеров имеете? Нет, я понимаю, это будет некорректно, наверное, говорить, если о актерах. Вот есть вещи, которые очень сложно снимать, и вы устали уже Султану говорить о том, что, эй, дорогой, нам нужно вот это взять, какая-то вещь, которая там двигается, какой-то может быть там, да-да-да-да. Есть вещи, которые вам, сцены, которые вам очень сложно даются? В плане технического мы уже потихоньку к этому подходим. У нас уже появилась профессиональная киношная камера, там мы уже потихоньку начинаем. В плане актера, если взять, у нас же, ну, вот последний фильм «Долг», вот в этом фильме у нас, который мы снимали, участвовали уже три актера аварского, два актера аварского театра и актер русского театра. Вот когда я снимаю... Почему он у вас главную роль играет? Я повредничаю. Да-да-да. У меня он не играет главную роль. В моем фильме ему отрезали палец вообще. Покажи, кто отрезал. Поэтому он главную роль. За то, что он играл главную роль. Да-да-да. Вы так его троллите потихоньку на штуке, да? Нет-нет. Хорошо. Смотрите, с актерами очень это разов стоит. Настоящими актерами удобно, интересно, потому что они чуть ли не с первого раза у нас все получаются. А у нас другие люди, которые мы привлекаем, они же неопытные, и поэтому с ними чуть-чуть тяжело. Понятно. А Султан, скажите, пожалуйста, понятно, вот с Минмолом это сотрудничество, можно сказать, уже в принципе состоялось. Ну, если говорить о амбициях, есть такое, что, ну, может быть, город, может быть, республика, что-то, ну, в перспективе, может, я не знаю, заказать, либо заказать, либо как-то оплатить, либо, я не знаю, какой-то ресурс использовать для того, чтобы мы могли расширить эти рамки, границы и прочие вещи. Вы с какими-то предложениями выходите, потому что, я так понимаю, если самим немножечко, ну, не работать в этом смысле, могут, вы можете либо на обучении остаться, либо, ну, как-то, ну, опять-таки скажу, что мы, все, что сейчас делаем, мы делаем исключительно на перспективу, это касается и определенного финансирования, и взаимодействия с профессионалами из-за пределов не только нашей республики, но и страны, то есть, мы очень быстро и набираем обороты, у нас нет времени на раскачку, там, 3-4 года, мы прям будем пробовать, экспериментировать, нет, мы поэкспериментировали этот и половину прошлого года, в следующем году мы пойдем в наступление. Слушайте, вы работали с Кинсой, вы работали со всеми ребятами, которые сейчас находятся в Москве, и, ну, насколько я знаю, они работали над сценариями топовых российских фильмов, в этой связи, ну, я не знаю, какое-то сотрудничество, вы, я понимаю, что, скорее всего, как-то это обсуждалось, может быть, можно так немножечко приоткрыть там вообще что? Ну, я так скажу, во-первых, RSS Production совместно, кстати, с нашим сценаристом сейчас разрабатывают фильм, российского уровня, в который мы будем все привлечены, там, я как там линейный продюсер, там, наши ребята, кто-то в эпизоде снимется, кто-то что-то посерьезнее роль возьмет, то есть телеканал ННТ будет вовлечен в съемочный процесс, вот, и может быть, даже ни одного фильма, это все зависит от того, насколько у них там все удачно сложится, но создание своего фильма мы, конечно, советуемся с ними, но, буду говорить честно, они большого участия не принимают. А вы им вообще какой-то готовый продукт показывали, они там показывали, не посмевать, говорят, эй, сука, периодически от них прилетают очень жесткие замечания, буду говорить прямо, да, то есть есть фильмы, которые они говорят, не верим, это плохо, это хорошо, так не бывает, но, к примеру, вот фильм Бумеранг, который недавно стартовал на канале ННТ, был очень тепло принят не только ими, но и многими экспертами московскими, которые связаны напрямую с кино, и именно после этого фильма к нам поступили предложения снять что-то большое, серьезное, чтобы выйти на серьезные платформы, то есть в принципе, Бумеранг это тоже вот наш, ну, конечно, все, он, хорошо, замечательно, ну, уже потихоньку выходя на финишную прямую с Минмолом, как мы будем дальше, что еще предполагается сделать, и опять-таки, не хотите ли вы там, я не знаю, продавливать какие-то вещи, которые, ну, ребят, те люди, которые, потенциальная аудитория, вот эта молодежная, да, она тоже подустала, я, как ведущий, подустал, мягко говоря, подустал от темы антитеррора, они там, по ту сторону экрана, они тоже подустали, может быть, что такое, эту же тему мы можем, ну, я не знаю, формат продумать, который, ну, немножко заставит задуматься, ну, не по классической схеме какого-то драматичного соц. ролика, не по классической схеме какого-то мордобоя, может быть, такой, я не знаю, легкий шуточный формат, но я не знаю, о каких-то социальных проблемах говорить. все упирается, во-первых, в бюджет, во-второе, не всегда. Вот мы, например, сейчас готовим шестисерийный фильм, у которого сценарий настолько интересно серии переплетаются между собой и настолько все, казалось бы, сложно и интересно, интригующе, и в предпоследней серии ты понимаешь вообще, что происходило в четырех предыдущих, что заказчик, я не буду говорить, кто сказал, нет, сделайте так, в каждой серии преступление, наказание. Преступление, наказание. Не обидно, как я не знаю, не обидно, а спонсоры что, у нас же есть люди, которые, хотя надо продукт покажать. Они говорят, да, покажите достойный продукт, то есть, что мы сейчас и делаем. То есть, пока недостойный. А извините, я немножечко подгаживать буду. Нет, без проблем вообще. Уже не немножечко. Знаете, знаете как, любой человек, которому говоришь кино, будь то дагестанское, или на какое-либо, он сразу начинает его сравнивать с российскими фильмами, с голливудскими, ну, просто чисто подсознательно. Он не готов делать нам скидку на что-либо. Вот. И, конечно же, любой заказчик... Такая вариативность. Конечно, не будет вам скидкать. Но давайте смотреть, знаете на что? Одна серия сериала «Кухня», к примеру, на СТС, одна серия, бюджет 200 тысяч долларов. Одна серия. Я на 200 тысяч долларов, вы знаете, сколько фильмов вам сниму? Нормальных, что там тоже возьмут, и платформа Иви, и все. То есть, я заявляю это, если они вдруг посмотрят нас на спутниковом телеканале МТС, 807 канал, без проблем. Пусть дают деньги. Артур, скажите, пожалуйста, канал ННТ, вы же не просто так пришли на канал, это просто личное знакомство, или это, в принципе, возможность реализовать какие-то, я не знаю, свои ответы, какие-то планы и так далее? Честно сказать, личное знакомство. Вот этот замечательный человек, Султан, который один день, мы с ним сотрудничали по каким-то проектам, а неделю он мне позвонил, говорит, слушай, мне надоело, говорит, уже вот так, по телефону с тобой, как-то мы вот, ты нам что-то делаешь там, по мелочи, то и все, давай, говорит, приходи, говорит, работай с нами, будем делать одно общее дело. Я, честно сказать, шел с опаской. Ну, первый раз идти на, у меня сразу представление канала ННТ, это было, ну, что-то связанное с религией, ну, прям вот думаю, я сейчас походу. Сейчас меня встретит Султан в халате, в челме, в челме, да, меня посадят, так это нельзя, то нельзя. С четками, да, режиссер придет, скажет, надо снимать именно вот это, вот это, вот это, и я шел с опаской. А он в бейсбуке, да, неожиданно? Майки. Да что ты про первую встречу рассказываешь сразу? Я же говорю, первая встреча, первый день, рассеяли все мои сомнения, если какие-то и были, и страхи, и с первого дня у нас, ну, слава Аллаху, как бы... Друзья мои, я не могу не задать этот вопрос, религиозный контент, как, ну, присутствовать должен, потому что это нища, которая, вот реально, людям не хватает этого контента тоже. И может быть, не то, что форум, а вот каких-то фильмов, связанных с этим тоже. Каких-то, может быть, роликов небольших. Я считаю, ну, по крайней мере, я к своей работе так отношусь. Когда я пишу сценарий, вот в данный момент, да, ну, и до этого тоже, я всегда в уме держу, что они должны быть, как сказать, правильными, они не должны быть похабными, они не должны содержать, ну, что-то такое, за что мне будет потом стыдно смотреть в глаза кому-то. Поэтому любой сценарий, который я пишу, я делаю самоцензуру, знаю, что будет цензура, но для меня, главная моя личная, как говорится, самоцензура. Поэтому этому уделяется в любом случае большое внимание. И я в наших сценариях, как бы, уверен, все сценарии, они, я так думаю, правильные. Хоть они и содержат сцены насилия, да, как говорится, но это то, что в нашей жизни, к сожалению, есть, мы показываем то, чего нельзя и не должно быть. И что мы... Только делать не надо. Маганчат, задайте вопрос Ахмада, тоже, пожалуйста. Он палец ему ответил в другом пиле. Друзья мои, перед тем, как мы, у нас, мы как бы вторую часть после этого смотрим, да, в этом? Да, на самом деле уже все вышло. Все, да, я понял, я смотрю. Друзья мои, прежде чем мы перейдем уже ко второй части, вот каждому эксперту, сначала Мухаммад, потом Закир и Султан, в чем, вот, в каком бы фильме вы хотели бы уже поучаствовать, как, и что бы вы могли предложить каналу ННТ в перспективе, ну... Знаю, я до сих пор фильмами вообще не интересовался и не смотрел даже никакие фильмы, только с друзьями в кинотеатрах, и сейчас мне уже интересно участвовать в любом фильме, в любой работе от канала ННТ, это очень интересно. Как-то он так мечтательно отводит глазки, что-то у него, вот реально, что-то там целая история, я так чувствую. Так, и? Ну, реально интересно, я же говорю, я привык в театре, на сцене, там все нам показывает режиссер, там все, шаг-шаг, в этот, мизансцены, а тут все, тут никаких рамок, тут все свободно, есть текст, и надо как бы сам себе режиссер, ну, и режиссеры помогают еще, очень интересно. Я даже не знаю, он вас сейчас похвалил или... или все-таки... или поставил, или поставил. Мне кажется, он вообще сейчас мы с тобой в аварском театре репетирует. Закир, дорогой мой, так вопрос какой-то... что вы хотите еще реализовать, как вы дальнейшее будущее видите? Да, и все, наверное, все, что будет происходить на телеканале, я хочу в этом участвовать, конечно же. Я, кстати, хотел еще заметить кое-что. Сколько вообще короткометражных, именно короткометражных фильмов вы посмотрели? За свою жизнь. Вы смотрели короткометражные фильмы? Знаете, как оно работает? Есть короткометражные фирмы, которые вот прям врезались мне в память, и они... Нет, грузинские, это комедии, да, они шикарные, советского, но были вещи современные, которые реально заставляли задуматься, они очень содержательные. Это претендующие на Оскар, наверное, да, скорее всего? Я бы не сказал, что на Оскар, но они, по крайней мере, заставляют задуматься очень серьезно. Вообще, проблема в том, что короткометражные фильмы оценивают, как будто это полнометражный фильм. Вот проблема именно в этом. Это короткометражный фильм, в котором события начинают происходить спонтанно. То есть, если фильм начинается спонтанно и заканчивает спонтанно, там, неважно, от пяти до сорока минут этот короткометражный фильм может длиться. В общем, хотел бы сказать, чтобы перед тем, как критиковать, вам нужно будет сначала кучу короткометражных фильмов посмотреть, а потом только начать, да, массу, а потом только смотреть и критиковать вообще. То есть, тут немного, скажем, а мы тоже так умеем это. Нет, тут просто на самом деле, на самом деле, это жанр вообще другой, хоть это не художественный фильм, да, это не большой фильм, в котором там можно взять и истории персонажа от рождения до смерти рассказать полностью, да. Тут спонтанно все происходит, как я уже сказал. Поэтому критика должна быть тоже. Вредно, не то, что вредничать буду, но люди все равно оценивают актерскую работу, какую-то режиссерскую работу, и если там будет что-то совсем вот прям неправильно, да, а куда вы денетесь от этого шквала критики в случае, если вы эти ошибки прям допускаете? Критика, конечно, мы всегда рады. И, судя по всему, допускали эти ошибки, раз не сразу приняли те люди, которые в этом разбираются, а коль скоро начали принимать, значит, исправляете. Замечательно, хорошо, я лично искренне рад за тех людей, вообще за всех тех людей, которые вот что-то производят такое хорошее, полезное, независимо от того, это здесь площадка или уборщица где-то на улице, можно просто искренне порадоваться за нас, за всех. Султан. Я, во-первых, хочу выразить гордость за ту команду, которая работает на телеканале ННТ, вообще каждой. Это все красавчики, просто у меня нет слов, я боюсь их сглазить, потому что... Все молодцы. И вот сейчас вот такое ощущение, что их потенциал начинает раскрываться. Но складывается впечатление, что они так как бы побаиваются своего же потенциала, потому что процентов на 10 они только раскрылись. И я еще раз повторюсь, что я верю в то, что дагестанцы самые талантливые люди, и здесь мы тоже можем достичь нормальных высот, для этого нам просто надо в себя поверить, надо не останавливаться. Пусть будет критика, чем больше критики, тем больше внимания. Я с удовольствием готов принимать любую критику. И давайте посмотрим, что будет в 2022 году. Иншаллах, если будем все живы-здоровы, встретимся в кинотеатрах. Вот так скажу. Друзья мои, такую созидательную критику мы готовы принимать. Что будет в 2022 году, тоже пока не знаем. А что будет в следующей серии, давайте сразу сейчас и посмотрим.